Восемь кусочек мяса и все восемь рак. Что удивительно в моей жизни, я лежал в школе Господа Иисуса Христа. Мне абсолютно бездрогично, если я раньше спорил, что болезнь от сатаны. Бог никогда не занимается болезнями. Я сказал, Господь, мне абсолютно все равно, это сатана или ты, но я знаю одного. Я искуплен кровью Иисуса. Мое тело, душа и дух принадлежат тебе. Мои волосы посчитаны. Никто не знает, сколько у Рейна волос, а ты знаешь. Ты сказал, что я дороже миллионов воробей. Я твой. И мне ничего не случится без твоего разрешения. И я смирился с Апиракосом и сказал, Господь, хорошо, это было в окне добре. Если ты хочешь меня взять, я приду. Если хочешь мне дать еще возможность служить тебе, я радуюсь. Знаете, как хорошо быть в этой школе? Знаете, как хорошо перед операцией? Нельзя было есть, но у меня страшный голод был. Какое-то печенье было у меня на шкафу ночью. Я немножечко ел. Пришла санитарка. Девушка такая молодая, нестонкая. И облаяла меня. Всякими словами. Наверное, никогда меня так не облаяли. И я сравнивал, что, о, брат Рейн, как я люблю тебя. О, какая проповедь у тебя была сегодня. О, Рейн, можешь ли ты посидеть нас? И вдруг я никто. И Господь мне говорил, что было бы хорошо, если пастора и епископа могли бы хоть неделю в году работать с санитарками. Санитарами. Принести кашки, служить. Не облаять, а которая мало благодарности получает. Это было начало моей школы. Потом я уже не мог ходить. Сто метров хожу и... Нашли, что сердце не получает крови. Надо опираться на сердце. Распили здесь. Растянули. Взяли и... Взяли и... От ноги метр крованого сосуда. Нарезали на пять кусков и положили сюда, на сердце, дополнительное питание. Я был настолько слаб. Настолько глубокий депрессий. Что просто позвонил братьям, что приходите, помажьте меня, помолитесь. Даже стоять не мог больше пяти минут. Самое страшное, что я знал, что Бог меня любит. Но он так далеко, где-то в тумане. И это знание меня не оботрел. Можно знать, что в голове, но в сердце. Казалось, что я далеко-далеко от Бога. Когда мой отец вернулся из лагеря после смерти Сталина, и рассказал, как там плотные и воры пытали и убивали политически. Когда их кормили, варили суп из лошадиных колов. И то была просто вода, и только как ноготь, маленький кусочек мяса там, и полкило хлеба на весь день. Как там играли карты плотные, кого убить из политических, потому что смертной казни в Тории не было в Союзе. Когда отец вернулся, у нас были возможности до войны уехать. Но мы решили остаться. Отец мой сказал, что Рейн, Алян, мой брат, это была высшайшая школа Господа Иисуса Христа. Я бы не отдал этого ни за что. Он был новый человек, святой. Я боюсь сказать, что я святой, но в этих испытаниях Рейн умер. Я боюсь, что многие верующие еще не понимают, что значит умереть для греха, для человеческой славы, для суеты этого света. Я боюсь, что многие еще не знают, что значит руки вверх. Я не смотрел назад, но, наверное, мы и многие подняли руки. Руки вверх. Это значит, я сдался. У меня одна очень хорошая сестра работала в самом большом банке начальником отдела. Самый хороший такой руководитель и организатор и в церкви помогает всем. Сейчас в Среднеземном море получил шесть месяцев отдыха, платного отдыха из банка. И пишет мне, что позавчера, что пустота, я не знаю, что, как принять. Она так, она очень милая, ей 30 с чем-то лет, хочет жраниться. была начальником, директором ночного клуба. Как же это был ад? Я ответил, ей что? Сдавайся. Скажи, как Ирина сказала, что Господь, твоя воля. Приду к тебе, если хочешь. Буду служить. Буду служить всем сердцем, не играть в игры, ненавидеть сатану, злобу, а любить Иисуса всем сердцем. Понимаете, когда я уже встал, как я иду перед церковью? Рейн, где была твоя вера? Что ты проповедовал? сатана говорит, что все, конец. Братья и сестры, я не ищу вашего одобрения, но хочу сказать, что надо довериться Господу. Я верю Слову. Ранами Иисуса мы исцелились. Он понес наши грехи на древо. Это действует. Но почему я должен был пройти сквозь это, чтобы меня зажимали, чтобы все только соки вышли? Я не знаю, кто, как, но я знаю, что принадлежу Господу. Я другой человек. Я благодарю Господа за все. Если кто болеет, не скажу, что, о, ну, что у тебя веры? Нет. Я признаю, когда я всю ночь не мог жить, утром пошел в больницу, я сказал, Господи, у меня нет веры. Нет. Откуда я могу взять? Не было веры. А вера, это тоже приходит, вера в Иисуса, имя Иисуса Христа приходит от Него. Павел и Иоанн говорили этому самому расслабленному. От Него. И сегодня молюсь за тебя и сам себя. Господь, дай мне веру, так, как написано в слове, чтобы я верил и не меньше. Во время этого злобинского пропущения, просто один случай я расскажу вам. у меня были головные боли. Страшные. После института примерно два раза в неделю и практически я не был в состоянии работать, только лишь под подушкой. И самые такие головные боли, лекарства абсолютно действовали. я молился, я верил, на головной боли были. Хоть бы немножечко сквозняка сразу я аут. Я помню во время пробуждения, наверное, из Украины были, и Сталина тоже. Молодежь собралась в одной квартире летом, жарко было. Молодежи было там русскоязычного человек пятьдесят, наверное, в одной маленькой комнате. Меня прикосили туда, чтобы я молился, чтобы они наполнились Духом Сыдым. Я иду и чувствую, что у меня начинается голова болеть. И я расскажу вам просто, чтобы вы поняли, что вы иногда думаете, что нам все это запросто. Нет, не так запросто. Господь умывали ноги, преклонились перед людьми, уважали. я помню, я сказал Господу, Господь, у меня опять голова болит. Я помню, я говорил Господу, четко помню, что Исаия пишет, апостол Петр повторяет, ранами твоими, твое слово это истина. Я не сомневаюсь, но то, что у меня головная боль, это тоже факт. Это противоречие. Вина в тебе, не в тебе, Господь. Значит, я должен иметь что-то не то. Вина вне. Я помню, я сказал Господь, я иду сейчас молиться за других. Если я кажусь тебе с головной болью, я хочу быть в тебе, ты во мне. Если это хорошо, головная боль, я согласен, но я верю, что твое слово истина. с этого прошло, я думаю, 32 года. Я не знаю, что такая головная боль. Хазу без шапки открываю окна. Не всегда так, что истились. иногда не работает так. Поэтому нам надо смириться и покаяться, и сказать, что Господь у меня нет веры. Это было примерно месяц тому назад одна сестра у нас молитвенное собрание по пятницам. Мне надо было с ней разговаривать. И вдруг она исчезла. Я смотрю, она уже подчеркла от церкви там у задней двери. Я побежал за ней, говорю, что Маля, она повернулась и мне говорит, что Рейна, у меня обнаружили рак кожи и уже далеко распространялся. Это был шок для меня. Она такая, ну, очень добрая сестра. Знаете, у меня не было веры. Потому что просто, я уже закончил служение, и все, я хотел просто сказать, чтобы там брали передачу, чтобы она пришла, и так далее. Я просто стоял, говорю, сказал, дай руку, будем молиться. Больше я не могу ничего делать. взял руку, чувствовал силу. И знаете, как я молился? Господь, я благословаю свою сестру именем Твоим. Я прошу только одного, на это буду меня верить, чтобы Твоя воля в ней исполнилась. если Господу угодно, мы договорились с ней, что в следующую субботу есть час радиопередачи для меня, она придет туда свидетельствовать. теперь я подойду. Наверное, уже превысил лимит времени, но я должен еще сказать это. Перейду к тому, к чему Господь привел меня сегодня. Вчера, в последующем месяце. Мне 76 лет. И знаете, как удивительно, что Господь учит такого старого студента, ученика и не обвиняешь, что Рейн, какой ты глупый, до сих пор не понимаешь. Это такие простые истины, которые без того немногих не понимают. Господь сказал мне, Рейна, если ты не любишь, ты зря служишь Господу. Толку нет от этого. Потому что христианство это есть любовь. Но всегда говорили, я много слышал в течение моей жизни проповеди, которые говорят, что любите друг друга, любите. Это же Иисус сказал любите друг друга. Но они забывают, что это не работает. Просто мы не в состоянии любить. Я скажу вперед уже, без обильного наполнения Духом Святым. Но ворота к этой любви идет идет. Нет через это, что я люблю брата моего или человека, а я люблю Господа Иисуса Христа. Иисус сказал, что в этом весь закон все пророки. Любите Господа своего Бога всем сердцем, всей душой, всем разуму. Знаете, для меня это было открытие. Я спросил у себя, Рейн, ты любишь Господа, так или нет? Я боялся ответить. Я на молитвенном собрании, куда приходят люди, которые действительно хотят служить и молиться. Подумай сначала, а потом подними руку. Ты можешь сказать, что Иисус, я люблю тебя, ты мне дороже всего, всего, всех, всех. Только ты. И знаешь, это церковь Оливистая. Сколько рук поднялось? Две, три пары. И тогда нет смысла учить, что любите друг друга. И любить Господа без Духа Святого невозможно. Ремняном 5, 5. Любовь через Духа Святого в нашем сердце. Я вернусь к тебе, Иганис. Ты сказал, что без Духа нет смысла. Без Духа нет любви. И без любви нет служения. я могу вашему высокому холму сказать, что иди в Черное море идет. особо говорю, что бесполезно. Поэтому мне кажется, что в мире мы как христиане собираемся, но мы не 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 дошли до этого самого изюминки. Что такое христианство? В православном христианстве есть знак крещения. есть поцелование икон. Чтобы икона была там. Католикам свои, Дева Мария и так далее. Ко мне подошли в те годы очень любезные люди, говорят, что Рейн, ты почти хороший верующий, но мы очень просим тебя, у тебя не хватает, чтобы ты умывал ноги. Даже в Эстонии и мой дедушка, когда некоторые братья пришли, чтобы их не разнить, они взяли елку и быстро перенесли в другую комнату, потому что елка это грех. Вы извините, но я спросил по-моему Яниса, что мне снять обручальное кольцо или нет, когда я буду сегодня перед вами. Вот это наше служение иногда. Господь дал мне дал мне не только смелость, но дал мне познание, что я люблю Иисуса. И мои проповеди дома в основном то, что больше Иисуса. Это все через Духа Святого. Я не даже тех, которые не понимают, что такое крещение Духом Святым. Я говорю, что самое главное, чтобы были наполнены не самим собою, своим эго, наполнены Богом. это то же самое Дух Святого. Верно? Но ни языки, ни факт крещения Духом Святого не помогает. Одну маленькую тонкость хочу сказать. Когда Иисус был крещен в Иордане, и папа сказал, что я люблю тебя, сынок. Так было, да? И Голубь пришел Дух Святой и наполни его. И куда он пошел после этого? В пустыню. П-у-с-т-ы-н-ю в пустыню. Был искушен самым главарем сатаною. И после этого евангелист пишет, что он в силе Духа Святого, он прекращен, в силе Духа Святого пошел к Иллинею. Любовь и сила, помазание, это то, чего Господь ищет от нас. Еще один из наших героев, пасторов, очень честный, побазанный человек, когда спросили, что твое стремление, к чему ты стремишься, он сказал, что Калатам 2.20 выучить это на зерстве. Не я живу, а Иисус Христос во мне. Я перевожу в сестунском. И то, что я живу в лоте, я живу для Него, который умер из меня. Он сказал, я хочу, чтобы в один день я мог сказать, что Иисус Христов живет во мне. Мне Господь говорит, Рейн, не жди этого. Я скажу тебе, не жди. Освободи место и прими его. Чтобы ты никогда один не ходил. Я прошлую пятницу говорил своим братьям, сестрам, что жизнь в большинстве случаев состоит из неприятных нам вещей. Нам надо делать часто то, что нам не хочется. Нам часто такие обстоятельства, люди, которые нас оскорбляют или даже мы даже иногда просто устанем. Я живу в окраине города и там люблю ходить по вечерам, просто гулять одному и молиться. и знаете, что меня сопровожает хор лающих собак, которые ненавидят меня, думают, что я какой-то разбойник или вор. Я и молюсь за них, говорят, что собачки, но понимаете, я же служу Господу, я вас люблю тоже, но не надо лаять на меня. заборами бегают и лаят. Я сказал, Господь, я устал, злобый, даже собаки в этом мире такие злые. И Господь сказал, Рейн, не ты ходишь со мною руку в руку, а я в тебе. я все тоже испытываю. В любых обстоятельствах я с тобою в тебе. Я дошел до крайности. Меня как когда-то пророчествовали. Я говорю своим людям, что будет время, будьте готовы отдать свою жизнь к Господу, физическую жизнь. И одна сестра, она верующая, я могу просто проверить это, пока это не случится или случится, что меня убьют из-за Иисуса Христа. Я представил себя после того, как Иисус сказал, что я вести с тобою. Когда ты больно, мне больно. Когда тебя оскорбляют, меня оскорбляют, не бойся. Я с тобою. Благослови. И я представлю себе, что меня везут на расстрел. ко мне Иисус. Я хочу тогда петь эту песню скоро, очень скоро я увижу Господа. Аллилуйя! Скоро, очень скоро увидим Господа. Победа! Но не победа через ура, аллилуйя, а очень часто мы на полу искушениях, заботах, трудностях, не обижайся, полезнях. Но Иисус в тебе. И что меня больше всего удивляет, что Иисус такого слабо верующего, негодного, часто спотыкающегося, Рейна любит. И поэтому я могу сказать, Господь любит тебя. И завтра, и послезавтра, и позавтра Он в тебе, то пришествие, если ты держишь Его. Аллилуйя! И то, что сейчас происходит, я верю, тоже через ту проповедь, которую я смирен перед Господом говорил, то, что мы изменимся. Я старался изменять людей. Провадился. я старался измерить самого себя. Ну, если я завидую, ну, завидую, я завидчивый человек, эстонцы вообще. Говорят, что эстонцы, когда, ну, это такой рассказ просто придуманный, что если в большом котле эстонцы в аду и рядом там другое нация, там другие все помогают вылезать из котла, а эстонцы вытягивают назад. Мы завистливые люди, просто нам не нравится, когда у соседа хорошо, или он спасется. Но что я могу делать, если я завидую? Я могу закрыть это? О, какая у тебя красивая комната, замечательно. Думаю, что у меня значительно гуже. Может быть, не такая красивая. это я могу сделать. Но действительно радоваться вместо зависи это только может Бог. И когда Бог проявил себя Аврааму, Он сказал, я есть, который, я есть, который есть, по-русски перевод, по-моему, я это существование. мне говорит Господь, Рейн, это важнее, кто ты, намного важнее, чем кто ты делаешь. Потому что письмо Иисуса Христа для окружающих, которые не читают Библию, они читают меня и тебя. А бачи гетэшо фу раба ландо смирися перед Господом. Прими Духа Святого. Ищи прежде всего Господа Иисуса Христа познания и любви к Нему и дело следует. И после этого иди изгоняй бесы и сли. Господь вы извините меня. А Библия так пишет. Господь не говорит, что Рейн ты селил там 1227 человек. Молодец.